Мы приветствуем вас в программе «Окна российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ». С вами я, ее ведущий Фархад Ибрагимов. В нашей программе мы говорим о главных событиях в России и мире. Сегодня мы поговорим о событиях в стране, которая для нас является крайне важной, страна, которая для нас является родной, родственной. События, которые происходят, нас не могут оставлять равнодушными. Как вы догадались, речь пойдет об Украине. Мы говорим об этой теме в российском информационном поле часто. В рамках и нашего информационного агентства мы немало статей посвящали этой тематике. Но сегодня мы поговорим не просто так об этом, а дело в том, что в этом году, в ноябре как раз, исполняется 8 лет событий на Украине, в Киеве, которые впоследствии зайдут Евромайданом или революцией достоинства так называемой. Началось все как раз в ноябре 2013 года, когда тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. Изначально на площадь вышли несколько сотен человек, преимущественно студенты, молодые люди, которые требовали от Януковича вернуться к подписанию договора. Президент Украины аргументированно объяснил, почему он не пошел на этот шаг, однако количество людей на Майдане не становилось все больше и больше. Результат? Антиконституционный переворот, бегство президента Украины и части его команды, присоединение Крыма к России, поджог дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, начало гражданской войны на Донбассе, от которой на сегодняшний день погибло, по некоторым данным, почти 17 тысяч человек, возникновение самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, наконец подписаны ассоциации с Евросоюзом, облегчение визового режима в рамках Шенгена, напряженные отношения с Россией, глубокий экономический кризис. Страна до сих пор расколотна на две части с политической точки зрения. Одни считают, что революция принесла Украине будущее, другие считают, что страны может скоро и вовсе не стать. Некоторые стоявшие на Майдане тогда, сегодня проклинают те дни и себя, уверяя, что если бы они знали, чем это все для них обернется, то они никогда бы не вышли на главную площадь страны. Как можно охарактеризовать Майдан сегодня, спустя 8 лет? Какие плюсы и минусы принесла Украина так называемая революция достоинства? И какое будущее, в принципе, ждет страну? Обсудим с гостью нашей сегодняшней программы. С нами на прямой связи из Киева известный политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Здравствуйте, Михаил Борисович. Добрый день. Михаил Борисович, большое спасибо, что вы согласились принять часть нашей сегодняшней программы. Уделить для нас время. Вот, вы знаете, у нас вопрос такой первый, такой достаточно вводный. Прошло 8 лет. Время, на самом деле, стремительно пролетает. Даже не скажу, что прошло уже столько времени. С точки зрения, наверное, истории это совсем ни о чем. Очень мало времени для того, чтобы о чем-то рассуждать и говорить о том, плохо или хорошо. Но какие-то промежуточные итоги уже подвести можно. Вот, на ваш взгляд, спустя 8 лет, что вы можете сказать о том, что принесла Украине революция достоинства в принципе? Больше плюсов или больше все-таки минусов? Ну, я думаю, что на этот вопрос разные люди отвечают по-разному. Но большинство по вопросам общественного мнения все-таки склоняются к тому, что больше минусов. Но я начну с того, что можно назвать плюсом. Вы упомянули смягчение визового режима. У нас это называется без виз. Это означает, что когда я с паспортом, с зарубежным паспортом синим, выезжаю в Европу, то мне не требуется никакая виза. Я в Шенгенский, ну, когда речь идет о Шенгене, там, в те страны, которые не согласовали Шенген, там все равно виза нужна, но их очень мало, да. Ну, и Британия, например, в их числе. И это, конечно, комфортно, удобно. И в этом позитивном, что получила Украина, ну, есть, я бы сказал, такой двойной смысл. Во-первых, это та самая, как бы, замануха, которая позволила Европе, Западу, ну, прежде всего, Европе, показать, что вот как она оценивает враждебный курс по отношению к России. Раз вы утвердились в этом враждебном курсе, а это было при Порошенко еще, то тогда мы вас вознаграждаем тем, что включаем в режим без виза. Уже было много разговоров о том, что он может быть ограничен, там есть разные проблемы, но в связи с ковидом эта вообще история совсем осложнилась, не буду двадцать деталей, но важно, что для большого числа людей это безусловный позитив, который имеет и обратную сторону. Обратная сторона заключается в том, что поскольку украинская промышленность и количество рабочих мест вместе с падением промышленного производства резко сокращается, сократилась, то людям работать негде, зарабатывать негде, они покидают страну, сначала уезжает кормилец, как-то устраивается в Польше или где-то в другой европейской стране, а потом некоторые возвращаются, а некоторые, наоборот, вызывают семью и обосновываются уже в стране, где он зарабатывает себе на жизнь. Можно сказать так, что в итоге этих лет Украина потеряла от 10 до 15 миллионов человек населения. И это при том, что параллельно с выездом эмиграции, с выездом на работу и тем, что там многие остаются, еще есть эффект, что рождаемость существенно ниже, чем смертность. И население уменьшается. И сейчас нет надежного цифр, но по данным самых разных экспертов, в общем, хорошо, если у нас есть сейчас 30 миллионов человек. Надо сказать, что в 1991 году было, насколько я помню, 52 миллиона. Вот итог еще всех этих лет. А вот те, которые я говорил, последние годы, 8 лет, это от 10 до 15 миллионов потери населения. Вот это главное, как мне кажется, и самое тяжелое наследие вот этого, того, что называют Евромайдан или Революция Достоинства. Значит, и дальше просто я могу еще перевести пару цифр. Ну, например, валовый внутренний продукт снизился за эти годы на 15%. Вот, значит, доход на душу населения стремительно падал, и все закончилось тем, что у нас по итогу 20-го года валовый внутренний продукт на душу населения составил не намного больше, чем 3,5 тысячи долларов в годовом исчислении. Ну, это предпоследнее место в Европе, и там 90 с лишним какое-то место в мире. То есть мы самое, ну, может быть, Молдова чуть беднее, но мы, в общем, находимся на самой границе бедности и переходящей в нищету для большой части населения. Порядка 10 миллионов, по данным ООН, вообще не доедает. Так что вот это тоже один из важных итогов. У нас произошло из-за разрывов связей с Российской Федерацией и странами СНГ резкая деиндустриализация украинской экономики. Представление о том, что у нас будет инвестиции, и страна станет привлекательной, как инвестиционное пространство замечательное. Все это не оправдалось. И если в 2013 году у нас инвестиции в Украину составляли примерно 5,5 миллиардов, то за 10 месяцев вот этого года меньше миллиарда, 800 миллионов. То есть вот как бы за что ни возьми. Ну и самое важное, особенно сейчас, перед зимой, это проблемы энергетического кризиса. Все эти разговоры о том, что вот будет у нас продлен транзит через украинскую трубу, для этого надо запретить Северный поток-2 и так далее. Значит, они, конечно, пустые разговоры, понятно, что ничего из этого не получится, я не верю. Ну, по крайней мере, сейчас не видно причин, почему бы Москва согласилась на это удовольствие для страны, которая не просто враждебно настроена по отношению к соседу Российской Федерации, а просто, на мой взгляд, является самой враждебной европейской страной по отношению к России. И тут можно только удивляться, почему Чехия признана враждебной страной, а Украины нет. Мне кажется, что Украина намного более враждебная страна, чем Чехия. Ну, Польша тоже, кстати говоря, почему-то не названа. Ну, не важно. Важно просто, что объективные данные показывают, что вот ситуация такова, как я там в нескольких словах описал. Я могу добавить еще, кроме безвиза, как позитивного элемента, то, что для части населения, ну, в общем, небольшой, но как бы не совсем маленькой. Да, цифры мне сейчас трудно назвать, это в последнее время мы не проводили исследования. Но я думаю, что процентов, возможно, для 25, а может и 30 процентов населения, уход из-под влияния Москвы, выход из сферы влияния Российской Федерации позитив. И они совсем не озабочены, как бы, украинской независимостью. Их устраивало бы то, что Украина будет, находясь в зоне влияния Запада, рано или поздно станет частью Европейского Союза. Они в жизни более или менее устроены. И у них нет проблем с тем, что там Москва как-то может влиять, ограничивать и так далее. Многие просто уехали или работают в Украине, живя в Украине, работают в американских и канадских компаниях и так далее. Часть есть, их совсем немного, но украинских ребят, которые сделали фантастическую бизнес-карьеру, ну, стали реально миллиардерами. Правда, они теперь живут не в Украине, а в Штатах или в Канаде. Так что, ну, вот такая, как бы, в комплексе я примерно описал, как, что произошло. Ну, Михаил Борисович, вот смотрите, ситуация вот какая. Сейчас разрыв отношений с Россией фактически, ну, отношений никакие. Это очень вежливо, можно так сказать. И на самом деле здесь, в России, очень многие и люди простые, очень я общаюсь с простыми людьми, конечно, очень многие печальны тем, что вот украинское правительство, украинская власть ведет себя так агрессивно настроенным в отношении нашей страны. Соответственно, вопрос еще и с Белоруссией встал с недавних пор. Теперь президент Зеленский не признает легитимность Лукашенко. Это, конечно, уже другой вопрос, но, наверное, все это же вот вся эта история с революцией достоинства, она, конечно, принесла свою, что называется, лепту и повлияла на политические позиции Украины в отношении своих ближайших соседей, и в том числе и на отношения с Белоруссией, на отношения, понятное дело, с Россией, и в отношении других стран СНГ. Собственно, получается, что даже нет конца этому краю. То есть, людей что интересует, что когда-нибудь это вообще может закончиться? Вот, наверное, какой-то воздух витает в облаках, в украинском воздухе, что называется. Что, может быть, через некоторое время какие-то перемены все-таки будут обозначены, и, соответственно, наверное, все же придет к власти полноценный политик. Ну, вы понимаете, что я имею в виду не товарищи из украинского квартала 95, а придут настоящие политики, способные взять под контроль власть во всей стране и заявить, что вот теперь они здесь власть, будет закон такой-то, будем с Россией договариваться и так далее, и тому подобное. Такие политики вообще, в принципе, сейчас на Украине есть? Или просто, понимаете, спускалось такое впечатление, как будто бы вообще нет никакого даже политического какого-то наследия элементарного. Потому что все, что мы сейчас видим, вот мы наблюдаем и мониторим каналы украинские, они в YouTube доступны, там, Украина 24, 1+,1, есть радикальные телеканалы, типа Примова и так далее. Ну, то есть, вот мы наблюдаем все это и смотрим, что на самом деле, по факту, по большому счету, политиков как таковых-то, реально здравомыслящих-то, фактически нет. Сложный вопрос. Вот, к моему такому видению еще несколько слов, что, значит, это не все понимают. Дело в том, что когда возникла тема, что, ну, вот Украина будет независимым государством, в 91-м году, да, и в Москве считали, ну, нормально, классно, значит, мы как бы как-то там договоримся, значит, руководство России, значит, долгие годы вообще относилось к Украине так, что вот мы с этими, значит, начальниками и крупным бизнесом договариваемся легко, это совместные интересы и так далее, и поэтому все будет нормально. Не учитывая такой простой вещи, что независимая Украина обречена была стать антироссией. Поэтому разговоры о том, ну, почему? Просто потому, что, ну, нет никаких дополнительных аргументов для существования украинского независимого государства, кроме как отталкиваться от России и сделать все возможное, чтобы не вернуться в поле влияния Москвы. Это как бы, ну, такой базис вот существования украинского государства. Поэтому говорить о том, что там могут прийти какие-то, есть ли такие люди, да, есть разные люди, есть. Некоторые вон сидят под домашним арестом и так далее. Есть люди, которые могли бы вести меняемую политику. Но представить себе, что, значит, эта страна станет дружественной, ну, я не могу. То есть она либо будет в самом лучшем случае, значит, прагматически враждебной, спокойной, без экзальтации, без придумывания гадостей, но в таком взаимовыгодном варианте сотрудничать, но при этом смотреть на Запад, двигаться в сторону как бы западных институтов и так далее. Это лучший вариант. Худший вариант, это когда Украина станет просто таким местом, где будут размещены вооруженные силы НАТО, Соединенных Штатов, которые будут накапливать потенциал, как бы военный потенциал для противостояния России, и поскольку в этом, во-первых, есть заинтересованность той части украинских элит, которые, вот я говорил о том, что их может быть до 30% среди населения, которые считают, что хорошо, ушли из влияния России, и все классно, да. Ну, кроме того, это в интересах Запада, потому что все-таки довольно большая страна, пусть не 50, а 30 миллионов. Эта страна там с некими ресурсами тоже, ну, прежде всего с сельским хозяйством, да. Так или иначе, кое-что осталось в трудовых ресурсах, тоже можно как-то это использовать и так далее. Ну, зачем это отдавать в зону влияния России, если сами управляющие украинские этого сильно не хотят. Поэтому разговоры о том, что можно что-то сделать, я не знаю, что можно сделать. Я понимаю, что если будет какой-то суперкризис, ну, вот мы сейчас не можем сказать, что эта зима обойдется как бы без суперкризиса, все может быть. И тогда могут быть какие-то колоссальные проблемы, но я при этом не вижу, вот как некоторые мои коллеги российские, что, ну, вот тогда придется в Москве прийти и наводить порядок. Значит, я не могу себе представить, кто может серьезно об этом говорить, потому что это огромная страна. Это же не Грузия, где можно было как бы за неделю все решить проблему, а еще, к сожалению, остановились, пообещали там, значит, президенту Франции, и остановились за 30 километров до этого, а так могли как бы поставить туда правительство вполне. Это маленькая страна, и вся эта помощь американская как бы умерла сразу. Здесь это огромная страна, это невозможно поставить под контроль. Ясно, что военные возможности несравнимы, но победить вооруженные силы Украины, это не значит решить проблему. Михаил Бащич, и заключительный вопрос, вот вы еще в 17-м году, в 16-м году говорили о том, что на предстоящих выборах 19-го года Порошенко победу не одержит. Вы очень так часто давали такие прогнозы, и очень много скептически настроенных товарищей, я помню, сам смотрел за этими передачами, когда вам возражали, что, мол, что вы, Порошенко одержит победу, ну, может быть, не совсем так ему легко дастся, но он гарантированно под президентом. В 19-й год наступил Порошенко с треском эти выборы прилегают, так как вы сказали. И вообще, надо сказать, что мы не просто счастливы, что мы сегодня записываем в программу, потому что мы-то точно знаем, и пользователи наши тоже примут во внимание, что все, что говорит Михаил Бащич Погребинский, с 95% доли вероятности сбывается. Вот у нас достаточно такой любопытный вопрос насчет будущего Владимира Александровича Зеленского, потому что мы наблюдаем достаточно интересную картину, когда уже известный телеведущий Дмитрий Гордон, который еще некоторое время назад пел оды Владимиру Зеленскому и говорил, что он самый лучший на свете и так далее и тому подобное, сейчас фактически настроил против него. И везде говорят о том, что он должен чуть ли не уйти в отставку, потому что он не оправдал ожиданий и надежд на миллионов украинцев. На ваш взгляд, на предстоящих выборах, ну, может быть, еще мы рано об этом говорим, 24-й год еще только через два года наступит, но все же, вы думаете, все-таки и у Зеленского будет один срок, так же, как и у его предшественников, по пять лет? Ну, я, как бывший физик, привык, когда меня задают вопрос, что будет в будущем. Если руководствуется какими-то вероятностными критериями, мне кажется, что минимум 80% вероятности того, что президент не будет, либо вообще не будет участвовать в выборах, а если будет, то их проиграют. Сейчас нельзя сказать, кто может быть его конкурентом, действительно времени еще много, но я думаю, что абсолютное большинство населения уже сейчас скептически относится к вообще вот тому, что делает действующий президент наш, разочарованы его избиратели, большинство его избирателей разочарованы, ну, и по разным данным, его как бы президентский рейтинг уже не больше, чем 25%. А проголосовало 73 за него. Поэтому я, имея как бы представление о его характере, уже мы видим, какой у него характер, значит, я не представляю себе, что он может измениться настолько, чтобы вернуться как бы к тем тем обещаниям, которые он давал перед выборами, или тем установкам, как вы говорите, прагматического или разумного правления, которое непременно предполагает какой-то вменяемый курс Российской Федерации. Ну, невозможно, бедная страна покупать газ, там, черт знает с каким ценами, когда вот прямой договор подписывается с Газпром, у вас будет цена значительно ниже, чем ту, которую вы вынуждены сейчас покупать. Это аналогично, ну, со многим, ну, в частности, с углем. Завозить уголь из какой-то Южной Африки, когда у вас тут под боком есть шахты, да, Донецкие, Луганские шахты, это просто полный сумасшедший дом. Это понятно, что любая обменяемая власть, при том, что она бы все равно не считала Россию дружественным государством, но она бы договаривалась в взаимных интересах. Я считаю, что даже во взаимных интересах для спокойной страны, не истерически ненавидящей Россию, да, и недовольной тем, что Крым-то потерян и так далее, для, даже для таких людей правильно и разумно договариваться в тех вопросах, в которых, как бы, есть взаимный интерес. И я даже считаю, что для Газпрома, в принципе, неплохо, если бы был дополнительный ресурс прокачки через Киевскую трубу и после 2024 года, потому что, ну, скорее всего, будет спрос расти на газ, скорее всего. Это значит, что может не хватить и Северного потока-2 и так далее, и Турецкого потока. Вот, так что оптимистических перспектив у меня для вас нет. Пока все скверно. И будем надеяться, что все-таки самого худшего нам удастся избежать. Будем надеяться, уважаемый Михаил Баевич, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. Мы будем надеяться на то, что все же в каком-то отдаленном, может быть, скором будущем наша родная, наша дружественная, наша любимая Украина нас все же будет радовать хорошими событиями, потому что мы всей душой болеем за эту страну, и все, что там происходит, для нас небезразлично. Михаил Баевич, я благодарю вас, что вы уделили нас время, что вы присоединились к нам сегодня. Я, напоминаю, нашим слушательным зрителям на сегодня был в гостях известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и комплектологии Михаил Погребинский. Подписывайтесь, телеграм-канал Вестник Кавказа, Вестник Кавказа на YouTube. Всего доброго.